Всем привет! Сегодня я в гостях у Артура Малиева. Он занимается семейным бизнесом в Канаковских конюшнях Тверской области. И сегодня у нас будет такой небольшой экскурс по территории. Он расскажет, чем занимает, какие животные есть. Всем привет! Меня зовут Артур. Мой отец построил конюшню в Тверской области. И помимо конюшни у нас тут так получилось, что частенько привозили всяких животных, отдавали брошенных, там, сирот. Некоторые были ненужны просто. Видимо, наигрались люди. И со временем у нас получилось так, что, допустим, страус живет там с оленем. Козочки живут там с барашками, коровы живут, верблюд живет также с барашками. Ну, это мы сейчас все увидим, прогуляемся. А вообще так животные в природе не взаимодействуют? Нет, они даже вот страус и олень, в принципе, они нигде не могут встретиться. Потому что страус нанду живет в Южной Америке, а олень в европейской части, ну, в европейской полосе. И их только чисто вот если так вот сводить, чтобы они дружили. А у нас тут гуляет маленький лосик. Можешь про него рассказать, пожалуйста? Его пока никак не зовут. Лосик родился примерно 28 апреля. Так получилось, что он остался без мамы. Его люди обнаружили. Хорошо поместили сразу в теплое... в теплицу даже. Даже не в теплое помещение, а в теплицу. Лучше не придумать. И он не замерз, пока ко мне приехал. И вот нам понадобилось пару дней, чтобы он приучился к рукам, начал есть козье молоко. Вообще частенько люди находят лосят и бегут в магазин, покупают магазинное молоко. Оно... вот любое магазинное молоко, представьте, что вы дали грудному ребенку. Что вы представляете, когда какие проблемы могут начаться? От несварения, потом обезвоживания и... Ну и конец понятен. Да, скорее всего смерть. Так что, люди, прежде чем что-то делать с найденными животными, пожалуйста, найдите сначала специалистов хороших. И вообще не лезьте лучше в дикую природу, не надо никого изымать, трогать без профессионалов. Потому что вы можете подумать, что этот лосенок нуждается в помощи, а на самом деле он просто ждет маму, которая пошла покушать. Вы его забираете, оставляете на нем свой запах и в итоге его опасно очень возвращать обратно. Обнаружили лосенка, просто запомнили точку, где он находится. И через часов 5-6 пришли, посмотрели. Проверили, там он или нет, как состояние. И лучше издалека это делать, метров с 50 ближе не подходить, чтобы лосиха запах не почувствовала и начала убегать. Потому что можно еще и покалечить таким образом лосенка бедного. Он побежит за мамой и споткнется, где-нибудь упадет, разобьется. А лечить лосят, это, ну я не знаю, сложнее, наверное, нет, наверное, сложнее. Никто не хочет лечить. Можете, вот сейчас кто смотрит, для интереса просто взять и начать звонить в ветклинике платные. Получается, никто не хочет браться за лечение или не хватает компетенции в этом? Нет опыта, не знаю просто, как лечить. Даже некоторые врачи, вот звонишь им, консультацию получить, там в прошлом году звонил, когда у меня погибали лося-то. Звонил, спрашивал, что делают, они мне в первую очередь, знаешь, что говорили? Ножпу уколи. А для лося, ну, большая часть людей не знает, вот именно кто ветеринары. Они не знают, что ножпа для него это смертельно просто. Ты ему колешь, и у него желудок ЖКТ останавливается. У них трехкамерный желудок, и все, просто, все наглухо останавливается, и ничем не запустишь ты его обратно. Есть там всякие способы жесткие, знаешь, там народные методы. Заливают водку через трубку в горло животному. Ну, блин, ему водку залить в горло, я не представляю. Это же... Насчет ветеринарии и лечения лосей сейчас как-то двигается эта тема? Вообще никак, мы пытаемся, вот, чтобы начать нам какое-то движение, нам хотя бы нужно иметь средние показатели крови лосей. Берешь кровь, анализы сдаешь, и ты понимаешь там, что не хватает, что в избытке, что в недостатке. А у лосей нет средних показателей, никто не брал кровь у них никогда. Ну, ты возьмешь, и ты увидишь показатели, а с чем сравнить, как должно быть, ты не знаешь. Что с ними делать, уже не знаешь. Да, надо для начала взять хотя бы там у 50 особей здоровых анализы. И вот, знаешь, набирать, 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 и у больных брать анализы. И вот в итоге потом можно будет понимать, когда, от чего лечить, на ранней стадии начинать. А не когда уже совсем плохо стало ему, чего-то не хватало. Это все постепенно. А для этого нужна лаборатория, потому что брать у лосей кровь и возить ее по лабораториям, я просто разорюсь. Ну да, тут согласен. Ну это каждая из дачи мне будет обходиться, там, 10 тысяч. Это дорога, взятие крови самой, сам анализ. Я же не могу взять там, просто там, на паразитов у него. Надо брать его полностью, а ты представляешь, каких денег это стоит? Это я даже пошутил сейчас, наверное, насчет 10 тысяч. Это, мне кажется, гораздо дороже будет стоить. Вот про молоко говорю, да, говорил. Им подходит только козье молоко. Из вот того, что имеется вообще, в принципе, в наличии, что можно достать, это козье. Либо заменитель молока, ну, хороший для лосят, он стоит от 5 тысяч за упаковку, за 25 килограмм. За 25? Да, это очень дорого, чтобы ты понимал. А лось ест молоко до какого возраста? Ну, по-разному. Бывает даже молоко они пьют до годика. То есть целый год молоком кормить? Бывает такое. Бывает, мама раньше ушла от своего детеныша и спарилась. И молоко пропало уже, получается, через 10 месяцев у него уже не будет после спаривания. Она перед родами, перед отелом у лосей, да вообще, в принципе, у любых животных за 2 месяца молоко она начинает на спад идти и полностью попадает. Потом уже заново обновляется. И получается, лосенок остается на собственном вскармливании, да? А там, знаешь, лосенку, в принципе, хватит до полугода спокойно молоком питаться. Дальше только ему, ну, конечно, полезно. Но он прекрасно живет за счет веток. За счет веточного корма. Листья, ветки, всякие ванчаи. А дуванчики они обожают. Кору. Да, кору они с годика едят, когда постарше становятся. И то, если вот хватает им веток, кора им уже неинтересна. И получается, основное питание у взрослых лосей состоит из веток, различных трав, цветков. Они как пчелки только едят. Они любят цветение очень сильно. Что на иве, что на рябине, что на осине. Очень важное им цветение есть. У них все полезные вещества. И от этого сильно зависит их здоровье, рост и иммунитет. Я у Артура сейчас третий день нахожусь. Вот с лосенком все занимаемся. Вы видели, как с вороном занимался, с птенцом. Кстати, у Артура тоже есть ворон. Да, я зовут Брана. И с лосенком больше ухода нужно и больше внимания. Каждый шаг, который он делает, на следи, чтобы не упал. Кормить вовремя по часам. Да, с вороном как-то проще. Его не перекормишь. Он не покалечится. Его оставляешь спокойно. Главное, в безопасном месте. И ничего с ним не случится. Пока она была маленькая, я ее держал в большом ведре. И на ведре даже коробка какая-то, знаешь, пластиковая. Но сверху накрывала клеткой большой. Чтобы к ней никто не мог забраться, когда я отхожу. И потом уже, когда я чуть подросла, вообще прям уже железную, конкретную, такую толстую взял ей клетку. Там она меня ждала всегда. Она не летала, не ходила особо. Знаешь, сидела только и кричала покушать, покушать. А потом уже вот мы переселились вот в этот домик с ней. А вот теперь потом покажешь подписчикам. Вон вольер я строил, строил. Да, там шикарный вольер получился. Вот высота какая? 4 метра. 4 метра высоты. Обалдеть. Там очень много моих сил и средств ушло на этот вольер. Я очень сильно хотел его. И получилось так, что на годик ей подарил его. На день рождения прям. Да, вольер там шикарный. Есть где развернуться, полетать. Даже вторую птицу, да, можно спокойно. Можно вдвоем. Да, ну, Брана у нас такая себе дамочка. Я не думаю, что она когда-то потерпит вторую птицу у нее в вольере. Она даже на территории вторую не терпит. Тут у нас территория 80 гектар. И она пока не прогонит каждого. С ястреба или там коршуна, как они, ну, я не разбираюсь я в них. Ну, и хищные птицы. Да, хищные птицы. В полете там по крилям я не умею определять. Но Брана на них отважно кидается. Такая боевая. Ага. Так, сейчас мы пройдемся по территории. Покажем, какие животные есть. Я еще не со всеми вступал в контакт, так скажем, но просто смотрел. Потому что тут еще много было других дел. Но сейчас именно вот такой полноценный экскурс получится. Так, мы заходим в вольер с страусом. И нам необходимо ветки поставить, взять в руки над головой, чтобы казаться выше его, чтобы он не хотел нас побить. Есть такой миф, что страусы прячут голову в песок. А у них самая слабая часть их тела – это голова. Если они в песок ее спрячут, это, наверное, будет последнее, что они сделали в этой жизни. Потому что от удара, что за удар должен быть такой, чтобы голова в песок влетела. И у него, скорее всего, будет сотрясение мозга, и тут же он умрет. Страусы дерутся исключительно ногами. Нападают ногами. Можете посмотреть вот на их лапы. Это лапы динозавров, самых настоящих. Пойдем поближе. Как видите, песка тут нет, и голову они никуда не прячут. Песка тут нет, он был, на самом деле, вот здесь вот песка много. Но из-за того, что чуть-чуть неправильно. Ландшафт, он вымывается вечно. Я сейчас буду делать в новом месте вольер. Там у них прям будет, как, знаешь, как, как это называется, пологие такое, знаешь, место, куда я насыплю много-много песка, и он уже никуда не уйдет. Просто там навсегда останется. А то приходится раз в месяц ему сюда ковших песка высыпать. Посмотри на его лапы. Лапы еще огромные. У африканских страусов два пальца на ногах. И поэтому им очень сложно передвигаться по снегу, либо по льду. Просто невозможно, они падают. Зимой моя страусиха бегала и врезалась в забор. Бегала, потому что этот зачем-то за ней гонялся. Хотя обычно наоборот. Она сам когда гоняется за самцом, гоняет его здесь по вольеру у меня. Врезалась, сломала крыло. Ну, как сами понимаете, вызывать ветеринара, лечить крыло страуса, это будет... Я не представляю, как ему звонить в таком случае. Пришлось делать самому, антибиотики кололи. Я взял на нее лошадиную репту, ходил, это куда сено запихивается. Я, короче, взял дырки, сделал под ноги и надел на ее туловище полностью и затянул. И получилось, как ее полностью стянуло, так только ноги ходят, а крылья прижаты к туловищу. И так она ходила, у меня две недели, потом снял и крыло целое оказалось. Ну, получается, зафиксировал. Да, зафиксировал наглухо. Страусы, на самом деле, вот мы с тобой, как обладатели самых умных птиц, воронов, я также обладаю вот самой глупой птицей, пожалуйста. Мозгов у них я не знаю, как с чем сравнить. Очень глупые, очень опасно их выпускать в том месте, где они могут покалечиться, потому что они это сделают 100%. Если где-то будет куда врезаться, они врежутся обязательно. У нас, можешь обратить, везде сетка по кругу, везде все крепко все сделано, иначе они у нас просто проломят забор. Они не от того, что они хотят убежать, а от того, что они испугались чего-то и побежали. К сожалению, нету. Но летом она дает через день яйца. Размером они от 28 куриных до 40 по объему. Обалдеть. Да, я таких, сколько тортов делал с одного яйца. Омлетов, там что-то, прям на огромную толпу хватает. И очень оно нежное на вкус. Оно не пахнет? Нет, очень. Пахнет, я вот, если честно, говорят там гусиные яйца пахнут чем-то, утиные пахнут. Я не знаю, может диких уток и диких гусей пахнут, а вот у нас то, что гуси и утки, яйца миллион раз вкуснее, чем куриные. Когда делаешь омлет или яичницу, оно прям желтое получается и вкусное. Я не понимаю, чем оно пахнет абсолютно. Ну, надо будет как-то не как-нибудь попробовать. А вообще, ты для себя, да, делаешь? Ну, яйца или на продажу? Нет, продаем. Я, если честно, для себя только два яйца из Тай, наверное, увидел. А как заказать, если кто-то хочет купить? А, ну, у нас обычно, знаешь, заказывать никто не успевает. Кто вот отдыхает у нас в отеле, они в ресторане раз увидели, что яйца продаются. То есть лучше приезжать и уже в ресторане? Я раньше, знаешь, как делал? Яйцо, корзинку с яйцами. Там было страусиное, перепелиное, у меня перепелки были. Куриные, утиные, гусиные. Короче, набор целый такой. И вот корзинка, она у меня стоила что-то в районе трех с половиной тысяч рублей. Сейчас, понятно, я за такие деньги уже не буду продавать, потому что одно страусиное яйцо только три с половиной тысячи стоит. Наверное. Потому что цены выросли безумно на карманы, на все остальное. И продавать, как раньше продавал, это, ну, смысла вообще никакого нет. А вот посмотрите, кто у нас тут ходит. Это страус Нанду. У этих страусов три пальца на ногах, а не два. Они спокойно могут по снегу бегать. Но единственное, они в холоде, они не выживут. Нам приходится его всегда переводить в теплое помещение на зиму. Но они гораздо добрее, гораздо умнее, чем вот эти страусы. Вот видишь, олень и страус. У нас дружат очень, даже прекрасно. А что за олень? Благородный олень, это самка. У нас даже, как можешь обратить внимание, у нас там забор не очень хороший на углу. Он у нас несколько раз падал, а козы разбредались по территории, а олениха не уходит никогда. Ага, она боится или просто своё место и всё? Нет, её любит это место. Безопасно, она прекрасно понимает, что здесь очень безопасно. А вот это моя индюшка, я её купил лет пять назад. Это разные павлины, это простой вот самка павлина, а это белый самец. Нет, они не улетают, они просто не хотят они в том вольере. Сейчас вот они месяц будут в этом вольере, потом они захотят в тот. И перелезят в тот, спят они всегда на заборе. А, ну оно мягенькое там. Да, мягкое вообще. Я тебе подарю хорошие перья, у меня дома почищенные есть. Олень, барашки, козы. Им скучно очень, а толпой здесь очень весело им. Ну и плюс сюда, я вообще, если честно, всех самых добрых животных я всех в этот вольер. А она боится или куса? Кто, индюшка? Нет, не кусается, ты что, смотри сейчас. Ой, ты привет, моя девочка, здравствуй. Привет, моя хорошая. Как дела? Как ты? Как ты тут поживаешь? Вон, иди к Саше, он тоже любит птичек. Погладь ее. Ой, такая необычная. Погладь ее за шею, как она, вот как ворона. Она обожает. За ушки. А это зовут ее Анфиса. Как кабанчик. Мини-пик. Иди нахрен. Не подходи ко мне. Бодается? Не кусается, прям как собака. А-а-а. Да, она наглая вообще. Нам ее подарили, привезли, ей было лет пять уже. Это позапрошлом году. И видишь, копыта у нее какие. Уже мы пытались там что-то сделать, не вообще, невозможно. Ее на руку берешь, знаешь, как она орет. Это ужас, про я таких криков никогда не слышал. Как будто ее убивают, когда мы переносим ее с вольера в вольер. Такой крик, вся база на уши становится. Смотри, как ты ей понравился, индюшки. А я вот забыл спросить, страусы большие, они что едят? Пшено, всякие, кукурузу дробленую, вот разные там, ячмень мы добавляем. Плюс еще всякие с кухни, там остаются всякие обрезки от овощей, тоже отдаем. Но мы никому не разрешаем кормить на территории животных у нас. У нас продается корм, это трава, знаешь, прессованная. Да. Вот ей можно всех кормить. Не купили, не кормите ничем. Потому что мы очень устали лечить их. Каждый придет, представляешь, с яблочком. И даст из всей толпы, они будут выбирать всегда одного козла и кормить. Прикинь, на протяжении всего дня будет одного и того же кормить каждый гость я по яблочку. Он у меня умрет к вечеру. Я вот людям пытаюсь объяснить, вы понимаете, я говорю, ну нельзя животному. Яблоко, да, оно ничего вроде страшного. Но если ты его весь день ешь, одно яблоко, то у тебя может кислотно-щелочной баланс настолько нарушится, что тебе потребуется реанимация после этого. Чтобы что-то не случилось у тебя с желудком. А еще иногда многие приносят хлеб, капусту. И вот, знаешь, вот так вот они мне будут ходить, все гости раздавать, раздавать, раздавать. И я буду чисто в вольерах ночевать с утра до вечера и капельницы ставить животным по вечерам. И то вряд ли они будут все отходить. Вот так они начинают пищать, когда я не обращаюсь на него внимания. Под крылышками, под крылышками, под крылышками. Ой, 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 смотри, какая мордочка у него. Ты моя индюшечка, ты моя индюшечка маленькая. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, странная вообще. Странная ты, странная. Очень сильно хочу купить пару ему. Я изначально купил двух. Девочку и мальчика. А девочка погибла. То есть это мальчик? Да. И вас Сид зовут. А девочку и Нэнси звали. Сид и Нэнси были они. Непонятно, что произошло. Знаешь, начала обезвоживание, обезвоживание, обезвоживание. И в итоге за месяц умерла. Я прям на руках у меня. Причем я ее уже в последний день капельницы чуть ли не начал ставить. Ну, подкожно там тоже водил. Ничего не помогло. Кому только не звонил. Страусов не лечат. Так, это у нас тут курятник. Собрали яичек. Покушаем. Омлетик сделаем. Такие классные. Петушок какой. Головарь. Но он тут не один. Тут их, наверное, три. И здесь еще есть уточки. Ну, вроде как утки. Только я не знаю, не спрашивал у Артура. Кто это? Где тут прям такие красивые. А, вот. Вот, смотрите, какие. Или это не утки или гуси. Надо будет узнать. Я потом напишу на видео уже. Итак, мы зашли в конюшни. А тут у нас лошади живут. Тут и два уца. Вот, девчонки. Работают. Оля. Оля. Девчонки. Оля. 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 Иди. Оля. Оля. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...